Аристотель, как мне представляется, один из наиболее сложных философов античности, и мы будем поэтому двигаться в его изложении в виде некоторого предварительного броса отдельных гипотез и догадок и попытки разобрать эти гипотезы и догадки, исходя из некоторых философских интуиций. Которые можно было бы в качестве правдоподобных выдвинуть в отношении понимания того, что говорит философия Аристотеля. Дело в том, что тексты достаточно трудны, они, кроме того, достаточно содержательно богаты. И нельзя сказать, что терминология у Аристотеля является некоторой устоявшейся терминологией. Видимо, в том, что дошло до нас в качестве отдельных произведений Аристотеля, мы можем наблюдать некоторый генезис развития философских идей Аристотеля от каких-то более ранних его убеждений к более поздним. Но, тем не менее, мне кажется, что какой-то логический костяк философии Аристотеля имеется. И задачей нашего исследования будет выйти на эту логическую схему, на этот логический костяк его философии. Ну, для начала давайте попробуем разобраться с основным вопросом, который поставлен в метафизике. Это вопрос «Что есть сущие?». «Что есть сущие?» Смысл этого вопрошения состоит не в том, что разбирается, что есть, а чего нет. Смысл этого вопрошения состоит в том, что исследуется, что существует самостоятельно, что существует само по себе. Дело в том, что когда в диалоге Парменит Платон ставит вопрос об отдельном, самостоятельном существовании эйдосов, он имеет в виду, что эти эйдосы, отделенные от остального, от многих, они должны иметь какое-то существование, которое высказывается в такой форме, как, если писать по-гречески, как гаута. И именно вот эту формулировку, которая буквально переводится согласно «самому себе» или «самому по себе», именно эта формулировка имеется в виду, когда Аристотель ставит вопрос о том, что и сущие. Он имеет в виду, что представляет собой самостоятельное сущие. Что существует само по себе, то есть истина существует, и что существует через это, которое является чем-то самостоятельным. Если мы обратимся к тексту Аристотеля, то вопрос о том, что и сущие, он ставит как «ти-то-он». И в самом тексте он этот вопрос сводит к вопросу о том, что представляет собой сущность. «Тис-усие». Иначе говоря, вопрос о том, что представляет собой сущие, сводится к вопросу о том, что представляет собой сущность. И это важно, потому что именно сущность, согласно Аристотелю, и есть то, что существует как гаута. И вот здесь мы сталкиваемся на некоторую коллизию между философией Аристотеля и философией Платона. Дело в том, что философия Аристотеля как бы находится в постоянной полемике с философией Платона. Потому что в ответе на основные вопросы, что и сущие, они имеют диаметрально противоположные ответы. Платон отвечает на то, что гаута у него существует, то есть, что само по себе. Само по себе. Или согласно самому себе. Согласно Платону, то, что существует само по себе, это есть эйдосы, идеи, или там роды. И Аристотель также замечает какие-то математические объекты. Согласно Аристотелю, существует само по себе только сущности. Только сущности. Первые, первые сущности. Первые сущности. Это, например, это отдельный человек. Сократ, Калли, или там. Нечто, то, что мы бы назвали единичное. Единичное сущность. И, собственно, получается, что если Платон говорит о том, что нечто умопостигаемое существует само по себе, а все остальное к нему приобщается, и существует, поскольку оно приобщено к этому умопостигаемому, и самое интересное, что именно отсюда возникает всякого рода аналогия, связанная с мифом о пещере, и что то, что мы видим в качестве многого, в них только прозреваются некоторого рода тени, тени, да, вот тех настоящих идей, которые существуют сами по себе в умопостигаемом мире. То у Аристотеля речь идет о том, что все умопостигаемое на самом деле существует только через первые сущности. И все понятия, то, что мы бы назвали понятиями, они существуют только через эти первые сущности. То есть, конечно же, умопостигаемое нечто тоже существует, как форма формы, но в другом смысле. Ну, к этому, пока мы этот вопрос не ставим, пока мы этот вопрос о перводвигателе мы оставляем. Для того, чтобы продвинуться дальше, вот мы предварительно надо разобраться с тем, как происходит полемика между Платоном и Аристотелем, как Аристотель критикует Платона, вот именно исходя из этой позиции, что представляет собой самостоятельно сущие. Является ли оно чем-то умопостигаемым в виде идеи Эйдоса, родов или математических объектов, или все-таки оно является чем-то чувствно воспринимаемым, как в качестве первых сущностей. И все противостояние Платона и Аристотеля, оно проходит как раз по линии того, что Аристотель доказывает, что самостоятельно являются только первые сущности, а Платон стоит на позиции того, что существуют только Эйдосы, идеи и математические объекты. Ну, давайте попробуем проследить, с каких позиций Аристотель критикует Платона. Аристотель ни в коей мере не умаляет достоинства философии Платона, потому что он точно так же, как и Платон, считает, что должно быть нечто, отделенное от многих, для того, чтобы было возможно знание. Еще раз говорю, что коллизия, противостояние между Платоном и Аристотелем, оно связано с тем, чтобы выяснить вопрос о том, что существует само по себе, что существует самостоятельно. И вот мы, согласно Пармениду, знаем два способа, каким Платон подходит к вопросу о том, что существует само по себе. Он говорит о нем первым определением, и за ним следует Аристотель, и является это определение от знания. Что это означает? Это означает, для того, чтобы было возможно знание, необходимо, чтобы существовал его некого рода носитель, который отделяется от многих. И если этого носителя нет, то невозможно ни наука, невозможно знание вообще. И вот определение от знания, которое мы встречаем в Пармениде, это первый способ, первое основание, согласно которому Платон настаивает на том, что должно быть нечто отделяемое и самостоятельно существующее по отношению ко многим. Второе определение, оно связано с тем, что Эйдосы, Платон мыслит как одно во многом. Одно у многих или одно во многом. Я все это подробно разбирал в свое время, когда мы обсуждали философию Платона в его диалоге Пармени. Одно во многом, но это, иначе говоря, общее. Общее. Вот, согласно эти два определения, непосредственно явно высказанные в диалоге Парменид, именно их критикует Аристотель с двух позиций. Причем критикует он сразу одновременно два определения. Согласно первой позиции, согласно этим двумым определениям, должны быть Эйдосы у отрицаний. Аристотель, как создатель логики, замечает, что кроме утвердительных высказываний и понятий, есть отрицательные. И, собственно, отрицательное, как таковое, а именно, прежде всего, отрицание, они тоже, согласно вот этим двум определениям, должны претендовать на то, что у них существуют Эйдосы. Потому что отрицательное есть некое знание, то есть отрицание есть некие знания. И, с другой стороны, точно так же представляется бы одно во многом. Но мы понимаем, что отрицание и существование отрицания есть нечто проблематическое, потому что существует только положительное, то есть позитивное. Иначе говоря, отрицание существует только в мышлении, то есть только мы в мыслях нечто говорим об отрицании. В самом мире существует только определенное нечто. И они могут взаимодействовать с друг другом и друг другу противопоставляться, в том смысле, что вступать в некого рода конфликт и противоречие. Но, тем не менее, ни в коем смысле не является отрицанием. Они не являются отрицанием. Они являются отрицанием только для нас, которые высказывают эти противоречия или эти столкновения в качестве чего-то в языке. Второе возражение у Аристотеля, оно имеет как бы своего рода некий юмор. Аристотель говорит, что согласно этим определениям, нечто приходящее, как общее всех приходящих, также должно иметь Эйдес. А ведь Эйдес понимается как некое знание, как нечто сохраняющее. Получается, что некая характеристика приходящей, всех приходящих, должна быть тоже Эйдесом. Причем она в обоих смыслах, обоих определений не должно быть Эйдесом. И в смысле того, что... В смысле знания, потому что ведь прихождение имеет вид некоторого знания, вид некоторого представления. То, что приходит, на самом деле нам представляется. И является в этом отношении непосредственным знанием. И с другой стороны, вот это прихождение всех приходящих, да, это одно во многом, оно тоже должно иметь своего рода Эйдес. Но эти два определения в этом отношении видятся Аристотелю несовершенными. Он не говорит о том, что они полностью отбрасываются. Потому что и мы точно так же должны были бы согласиться с Платоном, что для того, чтобы существовало знание, необходимо, чтобы существовало нечто отделяемое от многих. Ну, то, что бы мы назвали бы понятиями, да. И это отделяемое, оно должно иметь некую общую природу, то есть быть одним во многом. Так вот, как раз третье определение, которое Аристотель называет более точным, акребестерос, да, оно как раз связано с тем, что Эйдесы понимаются как роды. И вот здесь Аристотель обсуждает как раз вот это определение, что Эйдес есть роды, потому что Эйдесы и идеи, да, потому что ему это определение нравится, и он только пытается уточнить. Потому что на самом деле в его философии Эйдесы и идеи, они становятся формами и категориями, да, общими понятиями. И понятное дело, что если мы берем и разбираем нечто общее, да, общие понятия, категории и роды и виды, то их нельзя свести только к одним родам. И возражение поэтому с этой стороны происходит по той линии, что Аристотель утверждает, что, во-первых, категория не роды. Почему категория не роды? Потому что первая категория является сущностью. А роды и виды относятся ко второй сущности. Поэтому категория не роды. Это если говорить формально. А если говорить фактически, то вот, например, категория прости. Это категория, относящаяся к отношению. То есть отношение. Что это за категория? Пример этой категории, это, например, Например, равенство, подобие, большесть, то есть одно больше другого. У этих категорий явно не может быть, они явно не представляют собой некий род. Вот. Ну, это один из примеров, просто этот самый пример приводит Аристотель, чтобы пояснить, почему категория не род. Хотя на самом деле, можно было бы изначально самой постановить вопрос, что представляется собой категория, как категория представляет собой аспекты реальности, относящиеся к способу высказывания о сущности. Иначе говоря, Аристотель различает сущности, как то, что существует самостоятельно, и то, и способы, зафиксированные в языке, каким мы высказываемся об этих сущностях. Вот эти способы, различные способы, аспекты, каким мы высказываемся о сущностях, представляются собой категория. Далее, здесь также вступает возражение, что есть ирис, и еди, и роды, то они не существуют самостоятельно, потому что самостоятельно существуют только сущности. То есть только первые сущности, да, вот первые сущности, вот они существуют катг-аут, да, то есть самостоятельно. А роды не существуют самостоятельно, роды существуют только через первые сущности. То есть роды, как вторые сущности, существуют только через первые сущности. И поэтому, если эйдесы и идеи роды, то они не существуют самостоятельно. Третье возражение связано с тем, что даже если считать, что эйдесы и идеи роды, то возникает, и к ним приобщаются многие, то получается вот следующего рода странность. Состоящее в том, что, допустим, отдельный человек, например, Сократ или Кали, это примеры самого Аристотеля, вот приобщается он, допустим, к первому роду, роду человека. Ну, каждый из нас, как отдельный человек, приобщен к роду человека. И если это... И ведь нельзя же остановиться на этом роде, так как дальше мы можем построить другой род, род 2, означающий живое существо. А то и род 3, и так далее, да. На самом деле, каждый раз, если отдельный человек приобщается к роду человека, то он тем самым приобщается и к роду живое существо. И получается, на самом деле, что возникает такое размножение эйдесов. Да, то есть эйдесов, получается, или идей больше, чем отдельных сущих. А это противоречит самой постановке вопроса о науке. Да, наука должна стремиться к тому, чтобы меньшими средствами объяснять больше. И возражение состоит здесь у эйдесов в том, что эйдесов больше, чем сущности, которые с помощью них пытаются объяснить. Я эйдес даже иронизирую здесь тем способом, что он говорит о том, что те, кто отстаивают эйдесы в качестве причин и начал всего, подобны тем людям, которые, пытаясь нечто сосчитать, думают, что сделают это быстрее, и это даст им проще, если они увеличат их количество того, что требуется сосчитать. Вот это второе возражение. Получается, что вот есть роды родов, да, и в силу того, что есть роды родов, то приобщение видов к роду, а именно так понимается у Платона, как я пояснял, когда мы обсуждали философию Платона в диалоге параменит и в диалоге софистов, что на самом деле приобщение, есть решение вопроса о том, каким образом многие приобщаются к эйдесам, и этот вопрос решается на пути различения видов и родов, да, то есть отдельный человек, это есть некий вид, и он приобщается к родам. И даже если так понимать разрешение вопроса об отделении эйдесов от многих, то тем не менее и на этом пути возникает проблема вложенности родов друг в друга. Поскольку родов много, и каждый вид он вложен, как бы, вот, в виде, вот, если рисовать, в виде кругов эйлера, да, то можно было бы сказать, что вот отдельный вид, он вложен в род 1, а он, соответственно, в род 2 и так далее, да. И как замещает еще Аристотель, есть некоторая... роды, если эйдесы есть роды, роды, да, то эйдесы могут быть только у сущностей. Насколько роды, они сказываются именно о сущностях. И вообще приобщение, мы же понимаем, что сущности... Многие должны приобщаться эйдесом, да, эйдесы роды, и каким способом происходит приобщение? Приобщение вида к роду, да, и поэтому получается, что это только у сущностей, только у видов, да, потому что именно сущности являются некими видами, да, только у них могут быть роды. И в этом отношении вот возникает еще одна проблема. Она связана с тем, что эйдесы, получается, как виды, они дробятся. Дробятся на то, что постигается только чувственно, да, то есть на вот эйдес чувственно воспринимаемый. И на тот, теперь уже не эйдес, а идею, да, которая мыслится. И вот у Платона есть такое развлечение. Причем, получается, поскольку идеи являются сущими идеей быть и мыслить одно и то же, и согласно, как бы, логике Парменида, да, то, что мыслиться, существует, то, получается, как бы вот сущность в этом смысле, в смысле уже Аристотеля, она удваивается. Во-первых, сущность, она остается, как сущность, вот, чувственно воспринимаемым, чувственно воспринимаемым нечто, да, и в том же, это чувственно воспринимаемая, можно было бы сказать, сущность, да, и сущность становится, как вот сущность некой идеи, как мысленная сущность, мысленная сущность. То есть из-за того, что идеи точно так же существуют, то есть, точнее, они и являются, собственно, самостоятельно сущими, но они существуют как бы в некотором отношении рядоположных вещам, потому что они точно так же существуют в некотором отношении самостоятельно, то возникают две сущности, и по идее эти сущности должны были бы быть равны. А если бы они были бы равны, то не имело бы смысла идею отделять от Эйдеса, и достаточно было бы говорить об одной сущности. Но согласно этому разделению, у Платона они не равны. Это тоже некоторого рода проблематичность. Ну и несмотря на вот эту критику Аристотеля Платонова, нельзя сказать, что она достигает своего успеха, скорее речь идет о неком выборе, выборе методологии. Одна методология, именно платоновская, она порождает многообразие проблем, которым она должна справиться, если она хочет остаться в некоторых своих пределах, да, в своих пределах понимания смысла науки, да. У Аристотеля более простая наука, она лишена вот тех вот проблем, которые есть у Платона, и в каком-то отношении она следует логике экономии мышления. И эта логика связана с тем, что количество сущностей, которые привлекаются для объяснения, должно быть меньше, чем то количество сущностей, которые объясняются. Ну это вот было некоторое введение философии Аристотеля со стороны его критики к философии Платона, да, потому что Аристотель, на самом деле, постоянно отталкивается от философии Платона. И, собственно, он как бы вот этот совершает этот маленький переворот, да, потому что самостоятельно сущим у него становится то, что скорее дано честно воспринимающим образом, да, чем умопостигаемо. То есть самостоятельными сущими у него являются отдельные сущие, ну то, что называется, собственно, сущностями, да, первыми сущностями. Это отдельный человек, отдельный собак, отдельные растения и прочее. А Платон все-таки основывался на том, что существует нечто общее, да, а именно Эйдос или Идея. И вот о проблеме общности, об общем, общее, теперь следует обсудить. Дело в том, что последним выводом того, что представляется его общее, у Платона является то, что вот именно это общее является родами, да. И в эти роды, рода, и в эти роды входит нерасчленным образом все, то, что у Аристотеля потом будет различаться. А именно сами роды и виды, категории, да, общие понятия. И вот такое неразличение, оно на самом деле чревато теми проблемами, о которых мы уже говорили. И поэтому Аристотель настаивает на том, что общее следует различать. И общее различается на то, что представляет собой роды и виды, на некие общие понятия. Ну, это понятия, это наше слово, да, на некие общности. И на категории. Категории связаны, как я уже говорил, со способами, каким мы высказываем о сущности. Это некоторого рода аспекты высказывания. Поскольку мы исследуем мир с помощью языка, то структуру языка и те способы, каким мы используем язык, очень важны. И вот с ними как раз и связана категория. Их 10, да, и они фиксированы. Эти отдельные аспекты, каким способом язык высказывается о чем-то, они фиксированы. Роды и виды представляют собой вторые сущности. Вторые сущности. Они существуют только через первые сущности. А первыми сущностями называется, как я уже говорил, отдельный человек, там, как Сократ, или отдельная собака и прочее. Это вот непосредственно нечто отдельное, самостоятельное, вычленное в мире, да, то, что сохраняет само себя. И общие понятия, на самом деле, тоже принадлежат вторым сущностям. Тоже вторые сущности. Почему это так? Потому что в другом месте Аристотель высказывается о том, что сущность представляет собой или роты, или тоти-эн-эйной, то есть то, что у нас предназначено суть бытия, или католу, то есть вот это вот общее, да, или юпи-ки-ми-ну, да. Причем юпи-ки-ми-ну, это вот подлежащее, она как раз связана с высказыванием. Роды и виды, это генос каи-эйдос и категории. Проблемы, которые, я считаю, у Аристотеля требуют настоятельного изыскания, это проблемы, связанные с тем, что представляют собой сущности, да. Хотя везде Аристотель говорит о том, что сущность представляет собой в качестве примеров, он говорит, там, человек, или отдельный человек, или отдельный лошадь, но тем не менее, сейчас мы разберем, как бы, в чем состоит проблема, но запишем сначала, да, вот есть первая проблема, что такое сущность. А вторая проблема, она связана с тем, что сущность одновременно является одновременно и вот это вот нечто сущее, да, существующее, и категория. То есть то, что мы назвали понятием. Вообще, как бы, вот в этом новом слове, в новом понятии сущности коренится вся сложность философии Аристотеля. Именно здесь, мне кажется, основное содержание философии Аристотеля. И в зависимости от того, как понимает, что такое сущность, как бы, в зависимости от этого понимает так или иначе Аристотель. Дело в том, что есть такая гипотеза, да, вот сейчас вот пойдет гипотеза, что сущностью Аристотель называет только естественные тела. сущность это Усия, естественные, Фюсика. В чем здесь, как бы, у вас основная проблема? Проблема здесь состоит в том, что, согласно Аристотелю, сущность, как бы, есть нечто природное, нечто естественное. Недаром Усия, оно образовано от причастия женского рода причастия существующие, то есть вот у нас есть три формы причастия, да? Он, Уса. Обычно, когда говорится о сущем, используется причастие среднего рода, да, это это мужской род, это женский род, а это средний род. Но в данном случае используем женский род, да, то есть в каком-то отношении Усия, да, это вот существительное образованное причастие женского рода, и вот у нас есть Фюсис, да, природа, и она тоже является женского рода. Можно предположить, но это как бы только филологическое пока наблюдение, да, оно не может быть иметь доказательное основание, оно просто является именно наблюдением. И можно предположить, что когда говорится о сущности, об Усии, имеется в виду нечто рядоположное, да, вот есть рядоположное, те именно он. Как бы, можно было бы сказать, что, но только женского рода. Вот есть он, да, это как бы обобщенное наименование любого сущего. То есть все, что угодно, например, может быть сущим. То есть сущим может быть нечто естественное, допустим, человек, там, ложь, там, собака, да, растение. А сущим может быть нечто искусственное. Допустим, стол, стул. Они сделаны искусственно. То есть они сделаны благодаря некой технике. Так вот, как раз сторона Усия, ну, вот складывается такое впечатление, истинное действие для относится только к существам естественных. То есть только тем, что соответствует как бы природе. А такие вещи, которые сделаны руками человека, которые образованы благодаря техне. Вот такие сущности, они не являются сущностями, а они являются некими созданиями. Да, как бы в некотором отношении они сущности не имеют. Они имеют форму, да. То есть они имеют вид. Оно не имеет сущности. Вот такая догадка. Вообще Аристотель постоянно обсуждает, как бы, вот эти два способа существования. Один способ существования естественный, да, существования согласно природе, да, согласно возникновению, порождению природы, да. А другой способ, это способ искусственный, благодаря некому, это производство, да, благодаря некоторой технике. Причём, когда разговор идёт о вот этом производстве, то речь идёт о том, что человек, да, у который имеет вот эйдос внутри своего мышления, он именно воплощает этот эйдос в материал. То есть, когда мы говорили о том, когда мы говорим о том, что отделяется ли, скажем, форма от материи, то если этот вопрос относится к сущностям, да, то есть к тому, что составляет естественность мира, то этот вопрос ложен, да, отделяется ли, отделяется ли, неизвестно. Скорее всего, не отделяется. Но с другой стороны, когда речь идёт о искусственных вещах, там, о доме, там, или там, о стуле и прочем, то этот эйдос отделяется. Почему? Потому что человек, создатель этого стула или дома, он имел в своём мышлении форму или эйдос этого стула, или этого дома, да, и он воплотил в материи, в неких, там, в дереве или, там, в камне, то, что имел предварительно в качестве некой, некоторого рода мысли, да, некоторого рода плана. Вот это вот развлечение искусственное и естественное, оно, видимо, существенно для Аристотеля. И, не понимая этого, невозможно, как мне кажется, разобраться с его философией. Далее, тут ещё вот возникает такая интересная коллизия. Дело в том, что у Аристотеля существует как бы два порядка. В каком-то отношении существующий соотносительно. Вот первый порядок – это порядок существования, или мы бы сказали бытия, да? Ну, или порядок мира. Ну, я условно это называю, да? А второй порядок – порядок языка. И каждая, поскольку философия должна решить вопрос о том, что представляет собой сущность, то каждое существенное понятие, оно имеет как бы два отображения. С одной стороны, оно как бы нечто обозначает нечто существующее в мире, а другое – нечто существующее в языке. Вот, например, возьмём понятие сущность. А в языке оно существует как в некотором определении. В чём это определение двоится? На определение, которое просто в языке существует. И определение, которое, собственно, является определением в нашем понимании, которое дано через род и видовое отличие. То есть, как бы, вот эта вот некая фиксация в логосе. А горизмос – это уже определение в собственном смысле слова, через род и видовое отличие. То есть, определение научное. Так вот, эта сущность, которая в языке дана в определении, она точно так же представляет собой некое единичное существующее. Вот этот человек или вот эта лошадь. Так вот, для того, чтобы обозначить вот это вот существующее, как раз и используется вот этот термин. Иначе говоря, как бы вот сущность как бы двоится. Она двоится на то, что представляет собой сущность в качестве чего-то существующего, и на то, что представляет его определение. Причем вот, когда интересно, что когда Аристотель говорит о четырех видах причин, он в качестве формальной причины, которая почему-то называется формальной, хотя у него там использованы слова. Правда, у него есть несколько способов, как ему высказывается о четырех причинах. Есть и такие способы, которых он именно называет в качестве первой причины именно форму. Ну вот, в метафизике есть место, в котором он в качестве первой причины называет сущность или то-ти-эн-эн. Причем сущность, как бы, да, вот она относится к определению, поскольку речь идет о том, что как бы нечто схвачено в языке и удержано, да, в качестве как... Вот это как раз и касается вот категории, да, вот здесь вот категория. Схвачено в языке и удержано, да, промаркировано. А нечто следует, как бы, отнести к тому, что существует само по себе, да, вот видите, как бы в определении участвует в том числе и бытие, да, эйны. И вот это вот первое, как бы, раздвоение, да, некое раздвоение понятий. И в силу того, что сущность вот так вот раздвояется, возникает разного рода недоразумение в понимании самого Аристотеля. Что тут на самом деле интересно? Интересно, что согласно Аристотелю, например, быть чем-то, да, определенным равняется вот что-то, именно это что-то определенное. Но в одном месте он пытается понять, добавляет ли бытие что-либо, да, к сущности. Он говорит, что, например, быть благом и блага, быть человеком и человеком, это различные или нет? И приходит к выводу, что быть человеком и человеком – это одно и то же. Быть благом и благом – это одно и то же. То есть бытие ничего не добавляет сущности. Это как бы тот самый ответ, на который ссылается Кант, когда указывает на то, что бытие не является предикатом. И поэтому антологические доказательства Бога не удаются. Причем вот это вот приравнивание, да, быть чем-то определенным и что-то определенное, оно на самом деле указывает на то, что Аристотель различает бытие и сущность. Ну, то, что было бы точнее сказать, что Аристотель различает аспект существования и сущность. Как я уже замечал, сущность и бытие не различает, например, Платон. Платона, если смотреть его диалоги в подлиннике, у него бытие обозначается словом «он». И это переводится как бытие. А вот «амеон» переводится как небытие. Но он же на самом деле у Аристотеля назначает сущие. И у Аристотеля, и у Парменида это сущие. Иначе говоря, Платон не различает бытие и сущность. Он не различает определенность и существование. Аристотель не только различает, но даже и ставит вопрос, на самом деле, добавляет ли что-то бытие к его сущности. И отвечает, что ничего не добавляет. Причем Аристотель ставит еще и другой вопрос, аналогично этому. Он говорит, что один человек равно человек. В смысле своей определенности. То есть вот это вот одно, оно ничего не добавляет. Тут имеется в виду не просто человек, а конкретный человек. Конкретный человек. И тут конкретный. То есть та самая первая сущность. Ну, допустим, как Сократ или Калли. И вот это одно, оно ничего не добавляет к определенности в качестве вот этого конкретного человека. Точно так же, в том же смысле не добавляет, как он не добавляет ничего бытие. И вот это на самом деле и любопытно, поскольку вот философия Аристотеля, она вот является настолько продвинутой в отношении философии Платона, что многие постановки вопроса у Аристотеля просто являются современными. Аристотель также ставит вопрос о том, что если, он говорит, определение выражает сущность через некое многообразие, то есть высказывает, ну, как бы разделяется в самом себе народ и видовое отличие, то не разделяется ли так же и сущность внутри себя. И поскольку сущность, всякая сущность, равна, ну, представляет собой нечто, то, что мы можем непосредственно видеть, материя плюс форма, то Аристотель вот задается вопросом, можно ли отдельные составляющие рассматривать в качестве сущности, то есть является ли сущностями материя, форма и составное, то есть то, что состоит из них обоих, составное. Материя плюс форма. Ну, понятно, что материя плюс форма составное является сущностью, это просто исходное, ну, согласно исходному определению. И вот возникает, как бы, две коллизии, одна связанная с формой, другая связанная с материей. И вот, когда сущность рассматривается с позиции языка, с позиции, точнее, высказывания, то сущность определяется, как и хюпакеменон. Как подлежащие. Причем подлежащие буквально в смысле, как вот мы его используем сейчас в предложении. То есть у нас есть подлежащие в предложении, да, и этим подлежащим всегда выступает некое существо. А что, какие характеристики это подлежащие, анализируя, естественно, язык, то есть арестователь делает так, что вот он анализирует язык и делает отсюда какие-то выводы, и потом пытается эти выводы перенести на мир, да, исходя из того, что язык есть тот способ, каким мы схватываем мир, да, каким образом мы его категоризируем, да, каким образом мы его понимаем, ну, каким мы его схватываем в виде некого знания. И вот в этом языке, вот, единицей этого языка является высказывание, высказывание, вот, и у нас есть подлежащие и сказуемое. И вот подлежащие, а что представляет собой подлежащие, да, вот подлежащие, это есть то, что само не находится ни в каком подлежащем и не высказывается ни о каком другом подлежащем, да, то есть вот есть некий, как бы, вот, можно было бы сказать уровень, да, вот есть уровень высказывания, вот есть, как бы, самый нижний уровень, да, вот это юпаки именно, буквально это пот, вот это пот, а это лежащие, да, лежащие пот, вот самый нижний уровень того, что лежит, то, что не находится ни в одном из подлежащих и не высказывается ни о чем. Тут вот два вещи. Находиться, находиться это характеристика бытия, характеристика того, какое обстояние дело существует в самом мире, и высказывается о чем-то, это характеристика языка. Да и вот самый нижний уровень, это вот наши юпокимена. А категории остальные, они, и категории, и роды, и виды, она располагается выше, да, вот они все выше располагаются. То есть они вот высказываются уже о подлежащем, вот дальше идут роды, виды, роды, виды, общие понятия и категории. И все они разным способом высказываются о вот этом юпокименон, то, что лежит внизу всего. Причем, когда они высказываются, используется как бы даже вот такая формулировка, как ката. Ката это буквально вниз, да. Когда о чем-то высказывается, да, высказывается именно как ката. Да, юпа внизу, ката как бы вот идут вниз. То есть вот это вот для того, чтобы понять, как устроена структура мира в смысле общих понятий и того, что существует, да, надо вот эту вот некую иерархию увидеть. Вот есть некая иерархия понятий. Внизу лежит сущность, да, вот тут как бы сущность находится. Потому что именно о сущности, именно сущность не находится ни в каком подлежащем и ни о чем не высказывается. Да, вот первая сущность, да, первая. А все остальное как бы находится выше. И все это выше. Чем выше, выше там роды, они вкладываются друг в друга, если они, они вот этот вот верх движения в движении общности. Общность. Общность понятия, да, вот как бы роды, они все более и более общие понятия, все более и более общие, категории совершенно как бы тоже общие. То есть это некие общие либо аспекты, либо общие сущности. То, что называется вторые сущности. И самая главная характеристика вот этого Юпе Кейминон или сущностей, поскольку именно сущностями, но вторые сущности тоже могут выступать в качестве того, о чем высказывается, да, но они сами не являются подлежащими, а точнее подлежащими собственностью слова, да. Почему? Потому что подлежащие не только не находятся ни в чем, да, но они и не высказываются ни о чем другом. Так вот, когда Аристотель рассматривает в этом отношении вот такие, как бы, выделенные аспекты в общем, да, если мы же можем разбить сущность на материю форм, да, и можем попытаться выяснить вопрос, а является ли материя сама по себе сущностью, является ли форма сама по себе сущность, то он обнаруживает, что есть некая аналогия между вот этим подлежащим, Юпе Кейминон, и материи. Материя – это у нас Юлия. форма, а это у нас Морфе, но здесь на самом деле форма иногда у него Эйдес. как раз тот разговор о том, что у Аристотеля несколько как бы не устоявшихся терминах, хотя я не знаю, может быть, Морфе и Эйдес и различаются. Ну, часто сейчас приходится, сам Аристотель пишет их через как бы союз И, да, как форма Эйдес. Так вот, когда Аристотель наблюдает, что вот у Юлия и Юпе Кейминон, у них есть некие общие характеристики. Общие характеристики состоят, во-первых, в том, что они оба принимают в себя противоположность. Принимают, да. А во-вторых, как бы, они ничему не противоположны. Сами по себе. Если мы посмотрим на эти две характеристики, то мы увидим, что они отделяют общие понятия от всего остального. То, что бы мы назвали, допустим, чувственное. То, что общие понятия всегда имеют противоположности. То, что есть общее понятие, а его отрицание, а его противоположность. И им всегда есть некие противоположные. А подлежащему нет противоположного. И точно так же материи. В материи же ведь есть нечто общее. Что такое материя? Это нечто общее для всякого возникновения, всякого рода движения, у всякого рода уничтожения. Именно материя есть то общее, благодаря чему сходятся противоположности и происходит всякого рода движение. И поэтому у Аристотеля есть такая тенденция отождествлять, что ли, и рассматривать его как-то в одном ключе, материю и Юпикименон. И вообще Юпикименон переводит как субстрат. Как бы не знающие философии Аристотеля могут сочистить, что вот этот Юпикименон это и не есть ничто иное, как материя. На самом деле мне кажется, что это не так, потому что Юпикименон это некая характеристика. Я вот рисовал, когда разговор шел о сущности, что есть как бы два аспекта. Аспект самого мира, то есть аспект бытия и аспект определенности, да, вот аспект того, каким мы схватываем нечто в языке. Так вот, как раз в отношении материи есть как бы Юле, как материя, непосредственно то, что мы наблюдаем в мире, да, как нечто существующее, бытие существующее. И Юпикименон это нечто, что схвачено в языке. Но Юпикименон и материю, несмотря на то, что они представляют собой в определенных аспектах одно и то же, их нельзя отождествлять, потому что вот материя, согласно Аристотелю, является чем-то потенциальным. Материя, она потенциальна только. А ведь мы характеризуем сущность, как Юпикименон, да, а сущность есть нечто определенное. Материя становится актуальной, да, то есть актуальной. Причем это рассматриваются в качестве энергии, либо антилехия. Эти термины, они различаются тем, что энергия имеет в виду аспект то, откуда, да, воплощение, а антилехия имеет в виду то, как бы имеет в виду цель воплощения. То есть они различаются в смысле того, как различаются причины. Причины же у Рисутили 4 форма, материя, то, откуда движение, то, куда движение, да, и вот как бы энергия и антилехия, они различаются в смысле последних двух причин, да, то, откуда движение, это энергия, да, когда мы говорим об актуализации в смысле того, то, откуда движение, то мы говорим об энергии, а когда мы говорим об актуализации в смысле цели, то мы говорим антилехия. И в этом отношении душа является не просто энергия, но на самом деле интеллектия, потому что она является воплощением с точки зрения как бы некой целесообразности. Так вот, когда материя становится актуальна, и актуальна она становится, когда вот она оформляется, то есть в смысле формы. И в этом отношении, поскольку материя только потенциальна, она не может быть сущностью. И сам Аристотель в некоторых местах как бы удивляется, как же материя может быть сущностью. Тем не менее, как бы вот в физике у него вроде как в Юле и Хюпике и Минон, они чуть ли не синонимами являются. Это не очень понятно, как здесь надо как бы разбираться, да, в этих аспектах. Как здесь провести точное различие. И то, что материя потенциальная, это прежде всего означает, что она еще неопределенно. То есть она, поскольку она может выбирать себе противоположности, то она может быть одной, может быть другой, в зависимости от того, в какой форме она существует. Но мне кажется, самая большая проблема с сущностью состоит в том, что непонятно, как относится сущность и вот эти наши искусственные вещи. Мы в современной философии привыкли, что сущность обладает все. Обладает и то, что принадлежит порядку природы, и то, что принадлежит порядку нашего производства, нашего делания, да, то есть как бы искусственных вещей. Стули, столы, дома и прочее. Но уже, но ведь и у Платона есть такая проблема. Аристотель указывает, что Платон считает, что у кольца и, ну это я вот цитирую, цитирую Аристотеля, что у кольца и у дома нет элис. В каком-то смысле Аристотель, видимо, тоже с этим соглашается, потому что вот у искусственных вещей как бы нет сущностей. У них есть форма. Форма у них есть. И эта форма, она предварительно существует как бы в душе того, кто созидает данного рода искусственную вещь, там, стул или дом. Но сущности у них нет, потому что сущность, я говорю, что она связана вот с этой фюсис, с природой. И вот это интересно на самом деле, что все-таки сущность Аристотель понимает нескольки иначе, чем мы привыкли использовать эта тема сейчас. Помимо того, несколько иначе, поскольку мы сейчас сущностью понимаем нечто мысленное, мы под сущностью понимаем то, что отличается от явления. Есть некое явление, то, что в данном чувственно воспринимаемом образе. А сущностью мы понимаем нечто мыслимо. Ну, у Аристотеля сущность понимается точно так же, как мыслимо, но одновременно и то, как нечто нечто данное в явлении. То есть, иначе говоря, у Аристотеля определенность, которая дана в явлении, определенность, которую мы мыслим в качестве определения, это одна и та же определенность, просто данная разными способами. Одна с помощью того, с помощью непосредственного знания в самом мире, а другая с помощью фиксации его в языке. Это вот различие на самом деле существования в мире и существования в языке, у Аристотеля еще это различие не является проблемой. Потому что сущность, с одной стороны, является категорией, а с другой стороны, она является тем, что существует. И вот это вот можно понимать, то, что сущность одновременно является и тем, что является существующим, то есть, неким сущим, и тем, что является понятием, То есть категории. Можно понять трояким образом, почему это так. Ну, самый простой способ можно понять, исходя из формулы Парменида, да? Парменид говорит, быть и мыслить одно и то же. Ну, запишем это через разница. Быть и мыслить одно и то же. Отсюда, ну, этот же вывод делает и Платон, все, что как бы мыслится, все есть, да? Иначе говоря, сущность, как нечто существующее, как сущее, равняется сущность, как мысль, да? Поскольку вы будете мыслить одно и то же. Это первый способ понимания. И он восходит к Пармениду. Второй способ понимания, и на него тоже указывает Аристотель, состоит в том, что можно высказываться только о том, что непосредственно видишь. Ну, например, ведь категории – это способы обвинения в суде против кого-либо, да? Вот различного рода аспекты этого обвинения представляют собой категории. И как это происходит дело? Поставили кого-то перед судом, на площади, да, и о нем высказывается отдельный аспект. То есть, говорить, категориизировать или мыслить о ком-либо можно только в его присутствии. И поэтому можно было бы сказать так, что... Что сущность расследуемая, да? Дана одновременно, непосредственно и опосредованно. Ну, я такую, как бы, формулировку немножко, как бы, вычурную высказал, да? То есть, иначе говоря, суть этой формулировки стоит в том, что я вот нечто вижу, и то, что вижу, о нем высказываю, да? И вот видение мне фиксирует саму сущность, да, а высказываемое, как бы, нанизывает на вот то, что я вижу, некоторые определенности. Это второй смысл, как можно понять. Иначе это можно было бы понять тем способом, что сущность существует только тогда, когда я ее вижу или слышу, когда она представлена каким-то образом, да? Когда ее, когда есть способ, каким она мне доступна, вот есть доступ к ней, когда вот доступа к ней нет, я могу только обсуждать ее в смысле категории. И это обсуждение в смысле категории, как бы, своего рода есть только подготовка к тому, если можно так выразиться, обвинению, да, к той категоризации, которая осуществляется непосредственно, когда я же нечто вижу, когда я к чему-то имею вот непосредственный доступ к восприятию. Это второе понимание. Ну и третье понимание, оно связано с тем, что, возможно, все-таки Аристотель различает данность в языке и данность восприятия. И вот это различие данности в языке различает, да? Он различает их, это в смысле способа данности, да, одно дано, то, чтобы мы назвали восприятие, как То, та, ти, н, эй, да? Оно дано восприятие. Это восприятие. А другое дано в языке. Это и есть то, что сущность как категория. Точнее, лучше говорить, как определение Но определенность того и другого одна и та же Их различие есть различие только в бытии Различие бытия Но я уже указывал на то, что Аристотель считает, что до бытии ничего не добавляет к определенности И поэтому их определенность Одна и та же И вот это их определенность, которая одна и та же И того, что существует в мире, и того, что фиксировано в языке И есть уже вот эта наша сущность, о которой идет речь То есть сущность это вот та самая определенность Которая не зависит от способа своего существования То ли она существует в самом мире То ли она существует как нечто фиксированное в языке Вот, например, на таком уровне понимания Аристотеля Я остановился, дальше, видимо, нет смысла двигаться, и это тоже требует дальнейшего осмысления и проверки. Спасибо.